Мы стараемся бережно хранить память о наших предках. Любим перебирать старые письма, открытки, фотографии. Ищем сходство черт лица прадедушки или прабабушки со своими. Но как жаль, что мы лишены возможности спросить их о жизни, взять за руку, заглянуть в глаза. Живые голоса наших предков можно услышать в письмах и дневниках. Мой дедушка Александр Маркович Москалев жил на рубеже 19-го и 20-го столетия, потому что он родился в 1982 году, а умер в 1942 году. Началось, наверное, еще в начальной школе, когда задают всякие задания по типу «Расскажите, какую книгу вы прочитали про блокаду Ленинграда, обычную к праздникам различных в январе или мае». И вот я как-то пришла со школы, рассказываю бабушке, что нам задали такое задание. А она достает эту книгу с полки и говорит, «Смотри, вот, значит, они учились в Ленинграде. Это книга-дневник, прочитай ее. Там есть персонаж Александр Маркович Москалев. Это твой прапродедушка». Александр Маркович Москалев работал учителем географии в предвоенные годы, когда наша гимназия называлась первой образцовой школой. Сохранились воспоминания об Александре Марковиче, которые записывала Ксения Владимировна Ползикова-Рубец в своей книге «Они учились в Ленинграде», дневники учителя блокадной школы Ксении Владимировны Ползиковой-Рубец, и в воспоминаниях учеников Александра Марковича. Вот одно из воспоминаний выпускницы 1940 года Марии Николаевны Терси. «Моим любимым учителем был Александр Маркович Москалев, преподававший географию. Его уроки содержали массу интересного материала. Александр Маркович рассказывал увлеченно, часто с юмором. В молодости ему удалось много путешествовать, так что о разных странах рассказывал многое по своим личным впечатлениям, красочно излагая материал. Был он высокого роста, в очках, с усами и бородой. Ученики прозвали его Паганелем. Помню, как перед всем классом Александр Маркович показывал нам норвежский народный танец, который сам когда-то танцевал на траве с крестьянами в Норвегии». Года два назад, наверное, я заинтересовалась различными архивными бумагами у бабушки дома. И фотографии, и там записи, и письма. Это безумно интересно, и очень любит их разбирать. Вот. И я откопала как раз-таки вот этот дневник Александра Марковича. И, ну, сначала я не поняла, что это вообще такое, какая-то тетрадка вся помятая, грязная. Что это вообще такое может быть? А потом открываю, а там вот эта первая надпись, выведенная чернилами, аккуратным почерком. Александр Маркович Маскалёв, 1900 год. Сейчас я знаю, что у нас у меня было уже 18 лет. Вот. И когда он начал вести этот дневник, он писал, да, какие-то, насколько я поняла, цитаты, которые ему нравились. Возможно, что-то, что мотивировало его, или что-то в этом роде. Вот. И я была очень, наверное, воодушевлена тем, что я держу то, что держал он, что-то такое ценное и связанное, ну, и со мной, и с историей. Когда я начала рассматривать этот дневник, я стала, ну, не сразу, конечно, но стала замечать какие-то небольшие параллели между мной и записями в этом дневнике. К примеру, особенности почерка Александра Марковича. Иногда он пишет букву Т, как печатный шрифт, обычно. А иногда прописным и сверху ставит чёрточку. У меня абсолютно такая же ситуация с почерком, но я ставлю чёрточку букву Т прописной, потому что она мне похожа на ША. Вот. Я, соответственно, ставлю сверху и снизу. И у него такая же особенность почерка мелькает иногда на записях. А ещё я пыталась избрать записи, которые есть в этом дневнике. И, напомню, на первой странице там были цитаты про жизнь. Вот. И мне очень напомнилась одна. «Жить значит бороться». И вот в тот период, когда я нашла этот дневник, вот, у меня были некоторые проблемы там с тем, что мне было очень тяжко решать, что делать, как бы, что будет дальше, я боялась будущего. И вот как-то эта цитата, она прям как выжженные буквы в сознании с того момента, что жить значит бороться. Это цитата, которую знал и на которую явно ориентировался мой предок, что это явно всё должно что-то значить. И потом, в тот же период, я узнала выражение на латыни «carpe din». Это, ну, дословно переводится как «лови мгновение». Вот. И как-то тоже пролистывая этот дневник, я случайно нашла эту цитату буквально одну на развороте. Ну, не на развороте, а на странице. Вот. И тоже намелькнуло, что это тоже связь. Что явно, вот, что... Ну, действительно, а как можно, ну, не заметить какие-то связи? Ведь всё в этом мире, оно переплетено. И, ну, не может быть не... Не знаком судьбы что-то такое. Что ты, наверное, в пути, что всё обязательно будет хорошо. И это в сериал какую-то уверенность. Даже если, может быть, это не так, ну, тогда казалось, что да. Можно сказать, что дневник Александра Марковича нес какой-то сакральный, как наставнический смысл в моей жизни какое-то время. То есть я какие-то особенно тяжёлые моменты ориентировалась на него, что вот, всё обязательно будет хорошо. Ну, в это верил человек, которого я уважаю. И в какие-то моменты я могу сказать, что я искренне проникалась в таким, ну, чувством уважения и глубокой любви к нему. Хотя я ни разу в жизни его не видела. Только вот на фотографиях различных... Ну, не различных, а есть несколько всего. Вот. И по образу, сложившемуся у меня в голове. Ну, как он передавал свои мысли на бумагу. И через бумагу я могу воспринимать какие-то идеи, посылы самостоятельно уже спустя довольно большой промежуток времени. И на самом деле это удивительно. Вот. Чем не чудеса во Вселенной? Потому что, ну, это как диалог с человеком, который жил давно, но его идеи и идеи, они же могут жить в различных формах. И я могу продолжать нести их. На самом деле, мне кажется, что хранить истории семьи это очень важно. Мы же изучаем историю, ну, человечества, историю России. И в рамках... Ну, как... Это как большая такая матрешка. Ты изучаешь историю человечества, внутри этой истории... Это история государства. Вот. Ну, и в каждой семье, мне кажется, было бы здорово знать историю своей семьи. И даже если там нет особо ярких личностей, ну, а почему нет? Это же как память поколений или... Ну, я прямо чувствую какую-то связь себя и предков, что я чувствую за них гордость. Я очень люблю изучать тему, находить какие-то новые факты, новые интересные зацепки. И я обязательно буду передавать эти знания, ну, сначала своей младшей сестре, а потом обязательно и своим детям. И... Ну, я считаю, что очень важно гордиться своими детками. Потому что это... Ну, не просто же так мы все живем здесь. И я обязательно хочу добиться жизни чего-то, чтобы мои дети, потомки, могли тоже сказать, что вот, была Александра Липатова, и она была вот тоже такой. Не менее... значимой. Спасибо. Спасибо.